Жители поселка Коша обратились в нашу редакцию с жалобой на то, что с трудом добираются до работы. Автобусы в Нур-Султан и обратно пока не ходят, а такси стоят дорого, даже у агрегаторов. С местными жителями поговорил Марк Брюшко, он присоединяется к эфиру. Марк, доброе утро. Как описывают ситуацию жители поселка? Доброе утро, Марат. Ну вот за моей спиной. Сейчас уже людей нет, были буквально минут 10 назад. Очень много людей вдоль вот этой улицы, по крайней мере, мы проехались. Это одна из центральных улиц поселка Коши. Люди стоят, буквально просто ловят транспорт, ловят попутки, чтобы добраться. Это те люди до столицы, те люди, кто работают в столице. Общественный транспорт пока здесь еще не ходит. То есть это и здесь, в поселке Коши, недалеко вот жилой массив Лесная Поляна, тоже известный всем жителям столицы. Люди просто вынуждены либо на каких-то частных извозчиках, неофициальных, передвигаться, подвергая, возможно, свое здоровье и риску, возможно. Либо вот на попутках. То есть официальное такси очень дорого стоит, они говорят. Бывает, чтобы обезопасить себя, приходится брать целый салон, а это больше 2000 тенге за одну поездку в одну сторону. То есть мы пообщались в жилом массиве Лесная Поляна по дороге сюда с некоторыми людьми. Как раз таки они уезжали на работу. И давайте послушаем о том, как они описывают ситуацию. В принципе, ситуация там схожа с тем, что происходит в поселке Коши. Автобусы не ходят, ездим на такси как бы. А на работу у нас служебная машина есть. Тут у нас работа недалеко, как бы не проблемная до города. А до работы, а в город проблемно, так как не ездят автобусы. А сколько примерно берут таксисты? Я вот ездила неделю назад, 300 тенге взяли до азиопарка, а на Бара 500 взяли как бы. А если официально, еще больше 600-700? Нам тяжело, город ездит. Вообще, вообще, сегодня транспорт не ходит. А как добираетесь за работу, получается? Ну так, доберемся, кто как, короче. Кто с кем попазывает. Очень тяжело сейчас. А как вот на частных таксистов, получается, да? Да, получается, частные такси заберут нас. В условиях того, что не ходит общественный транспорт? На частном. Здесь останавливаем, по 200 тенге в город езжем. Туда и обратно. А обратно как? Проблемы есть, нет? Есть. Есть, приходится ловить такси, ждешь, подолгу бывает. А общественный транспорт не ездит пока. И сколько так вы уже ездите? Каждый день практически на работу. С какого дня вы начали работать? А, нет, ну у нас во время чрезвычайного положения у нас разузка была с работой. Как чрезвычайное положение убрать, разузки нет пока. Ну, по-разному бывает. По-разному. Но, в принципе, в час пик, как и в автобусе, может быть, очередь. А, в принципе, в течение дня можно уехать. Ну, не опасайтесь, что в машине еще кто-то может уехать? Чрезвычайный знакомый. Вы знаете, опасность она везде, если что, относительно вируса. Она и в автобусе, который переполнен, она и в машине. Ну, вот все, что я могу сделать сама. Ну, это вот жители говорили о том, что они с трудностями сталкиваются, допустим, если в течение или в конце рабочего дня приходится возвращаться обратно. Либо в лесную поляну, либо сюда, в поселок Уши. Ну, вот девушка за моей спиной была, хотели с ней поговорить. Вот только что она села в машину, очень долго ловила попутку. То есть, в принципе, все люди, по крайней мере, в первой, я так понимаю, в волне, кто едет на работу, уже уехали. Но вот все-таки проблема с общественным транспортом очень ощутима. От себя хочется добавить, что у всех, конечно, есть маски, у водителей у всех есть маски. Мы обратили на это внимание. Но те, кто не носит маски, знаете, что, возможно, если будет увеличение числа заболеваемости в процентном соотношении, если будут новые вспышки заболеваемости, если все будут игнорировать масочные режимы, вообще меры предосторожности, игнорировать меры индивидуальной защиты, то есть это перчатки, маски, антисептики, возможно, и в столице не раз говорили, что могут отменить движение общественного транспорта снова, а также могут вернуться, если пик заболеваемости, ну, так сказать, не пик заболеваемости, если заболеваемость пойдет снова в рост, если начнет расти количество заболевших коронавирусной инфекцией, то вновь, возможно, мы сможем вернуться, к сожалению, к жестким карантинным мерам, поэтому давайте в наших усилиях соберемся и давайте в наших усилиях сделаем так, чтобы, допустим, коронавирусная инфекция, но если не мигом, если не разум, то хотя бы поэтапно все-таки начала исчезать с территории Казахстана, только от нас с вами зависит, как быстро это сможет произойти, предостерегая, опять-таки, всех давайте соблюдать меры предосторожности, хотя бы, чтобы свое здоровье и здоровье своих близких обезопасить. Марат, к этой минуте у меня все, вот такая вот ситуация, людей пока нет, люди уехали, но с большим трудом. Спасибо, Марк Брюшко рассказал об особенностях транспортного сообщения в пригороде столицы.